У Красноярска появилось новое лицо. Сегодня в городской администрации представили проект генерального плана краевой столицы. На его разработку ушло несколько лет. Проектированием занимались московские и санкт-петербургские специалисты. И вот настало время обсудить генплан с общественностью. Какой он наш город будущего, расскажет Алина Штоколова. Енисей – главное действующее лицо нового генплана Красноярска. В ближайшие 20 лет должны построить 8 пешеходных мостов и еще 2 автомобильные переправы. Кроме того, изменится и сама набережная. Промышленные зоны заменят зонами отдыха для горожан. Вообще, девиз нового генерального плана – город для людей. Границы Красноярска расширять не будут. Имеющиеся 38 тысяч гектаров модернизируют. По задумке разработчиков, 25% промышленных зон краевой столицы отдадут под жилое строительство и коммунальную инфраструктуру. Город станет зеленее и дышать будет легче. Количество зеленых насаждений увеличат в 4 раза. Кстати, крас, который вызывает наибольшее число нареканий, отделят от Красноярска лесным массивом. Те новые предприятия, которые могут возникнуть, 4-й, 5-й категории. Вот так было предупредено. Кардинальные перемены ждут транспортную систему города. В Красноярске появится 17 новых развязок, в том числе и двухуровневых. Продемонстрировали депутатам горсовета и очень смелый проект. Улицы Брянская и Северная хотят связать тоннелем через Покровскую гору. Автомагистраль расширят, причем значительно. Приоритет хотят отдать автобусам, трамваям и троллейбусам. Въезд в центр города на личном авто вообще могут закрыть. Связать рельсами правый и левый берег планируют через Октябрьский мост. Самый популярный вопрос последнего десятилетия – строительство метро – тоже нашел отражение в новом генплане. Однако наличие станции на новой карте устроило далеко не всех депутатов. Давайте прекратим говорить о метро. Ну слушайте, мы каждые выборы вспоминаем о метро. Это опять деньги. Но не может Красноярск позволить себе метро и не нужно ему метро. Город может загрузить метро, загрузить, тогда когда численность достигает 3-4 миллиона человек. Транспортную схему города уже начали менять. Сейчас идет строительство четвертого моста. В скором будущем начнется реконструкция нескольких городских магистралей. Притворять задумки архитекторов в жизнь начнут сразу после принятия генплана. В первую очередь, конечно же, это районы, которые будут связаны со строительством объектов универсиады, поскольку это как раз пятилетний срок. Это и срок, когда мы должны подготовить город к универсиаде. В целом, проект генерального плана Красноярска вызвал много вопросов и у депутатов, и у экспертов. Дать ответы и внести соответствующие изменения в проект так называемой городской конституции должны до 20 июля и уже в сентябре вынести его на суд общественности. Алина Штоколова, Андрей Крупнов. Новости.